Телеканал Надия и Школа Библии представляют На сайт bible.ua поступил вопрос относительно Нового Завета книги Откровений 14 главы первого текста И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе и с ним 144 тысячи, у которых имя отца его написано на челах Николай спрашивает, какое имя будет написано на лбах 144 тысяч? И это же ли имя просил святить Иисус Христос в молитве Отче наш? Отвечает доктор богословия и следователь Библии Феликс Понятовский Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о 144 тысячах Об этом записано в книге Откровения 14 глава и первый текст И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе и с ним 144 тысячи, у которых имя отца его написано на челах Вопрос, который поступил, что это за имя, которое написано на челах 144 тысяч? И действительно, Господь разным людям являлся с разными именами Например, в книге Исход, в 6 главе, об этом сказано так Сам Господь говорит Являлся я Аврааму, Исааку и Якову с именем Бог всемогущий А с именем моим Господь не открывался им Каждый раз, когда Господь является кому-то с каким-то именем Имя Бога призвано к тому, чтобы подчеркнуть качество характера Бога Которое важно знать в данный момент этому человеку Например, Бог являлся Аврааму с именем Бог всемогущий Потому что Аврааму было важно знать, что Бог является всемогущим Богом У Авраама не было детей И ему было нужно знать, что Бог может совершить чудо И у него может родиться ребенок Например, Давиду Бог являлся с именем Господь Савуов Или Господь воинств И Давиду, который вел войны Также важно было знать, что Господь сражается на его стороне Моисею Бог явился с именем Яхва Или по-другому Иегова Я есть сущий И для Моисея также важно было знать, что Господь является сущим Но когда мы читаем 14 главу и 1 текст Здесь ничего конкретно не сказано о том, какое имя Отца будет записано на челах спасенных И очевидно, раз Библия умалчивает об этом, значит акцент делается на чем-то другом И изучая данный отрывок, мы можем понять, в чем же значение и важность для спасенных получить имя Отца на свои чела Но для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте обратимся к контексту книги Откровения И попробуем проследить историю 144 тысяч с самого начала 4 глава книги Откровения говорит о том, что Иоанну была показана сцена небесного тронного зала И он и видел Бога, восседавшего на своем троне И окруженного множеством живых существ, которые поклонялись ему И он также видел в руке у Бога книгу, которая была исписана с обоих сторон То есть это была книга в виде свитка И эта книга была запечатана семью печатями Об этом записано в 5 главе «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, исписанную внутри и снаружи, запечатанную семью печатями» После этого Иоанн очень опечалился Опечалился потому, что не было никого, кто мог бы открыть эту книгу Пока ему не указали на Агнеса, то есть на Иисуса Христа И сказали, что так как Он победил, Он может открыть эту книгу, Он может снять эти печати И вот последующие события книги Откровения описываются как поочередное снятие каждой печати И когда Иисус Христос снимает печать, что-то происходит Что-то происходит на небе и что-то происходит на земле И кульминацией всей этой серии является как раз снятие шестой печати Откуда мы это знаем? Это очень просто Дело в том, что именно шестой печати посвящено больше всего внимания Если рассказ о снятии других печатей занимает всего лишь несколько текстов То рассказ о снятии шестой печати описан на протяжении более чем одной главы И как раз именно после снятия шестой печати происходит запечатление 144 тысяч И это запечатление является ответом на вопрос, который мы читаем в конце шестой главы Ибо пришел великий день гнила его, и кто может устоять? И вот как раз после этого идет рассказ о 144 тысячах То есть именно они могут устоять в этот великий день гнила Божьего Еще что интересно отметить, что вот это запечатление 144 тысяч Описано в контексте исчисления народа перед битвой Или вернее сказать исчисления армии перед битвой Например, в книге чисел в первой главе Дается повеление Богом Моисею, чтобы он пересчитал израильтян годных к войне И исчислите все общество сынов израилевых, продам их, по семействам их, по числу имен, всех мужеского пола поголовно От 20 лет и выше, всех годных для войны у Израиля, по ополчениям их и исчислениям их Итак, мы имеем 144 тысячи, которые запечатлены И это армия Божья, которая готовится к предстоящей битве Очень часто люди задают вопрос, являются ли эти 144 тысячи числом буквальным или числом символическим Мы можем с уверенностью сказать, что это число символическое И тут есть несколько аргументов в пользу именно такой точки зрения Первый момент, который необходимо упомянуть, это то, что здесь упоминается 12 колен Израиля На момент написания книги Откровения 10 колен уже не существовало Поэтому это никак не может быть буквальным числом Кроме того, упоминание этих 12 колен также является очень символичным Дело в том, что в Ветхом Завете очень часто, особенно у таких пророков, как Осии, Уисайи Говорится о том, что Иуда и Израиль, то есть Северное и Южное Царство Они однажды в будущем объединятся и опять вместе будут служить Богу Данные пророчества никогда не исполнились в Ветхом Завете И когда Иоанн опять повествует об 12 коленах, которые соединяются вместе Это, другими словами, является исполнением вот тех пророчеств Которые были даны некогда пророкам Ветхого Завета И, конечно, это исполнение возможно только тогда, когда 144 тысячи представляют собой символическое число И последний аргумент, который важно упомянуть в данном случае Это само число 144 тысячи Дело в том, что оно является символическим, так как является произведением 12, 12 и 1000 Мы знаем, что в Израиле было 12 колен Потом Иисуса было 12 апостолов Другими словами, 144 тысячи – это может быть символом полноты народа Божьего Далее, книга Откровения продолжает свое повествование И 12 глава, которая является вообще таким центром в книге Откровения Повествует о битве или о брани, которая происходит сначала на небе, а потом переносится на землю И после того, как война происходит на небе, мы видим, что дракон начинает преследовать жену А в конце главы сказано, что дракон рассверепел на жену и пошел, чтобы вступить в брань С прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии, имеющими свидетельство Иисуса Христа Другими словами, эта битва, приготовление которой описано в 7 главе, происходит как раз именно сейчас И после этого следует 13 глава И 13 глава очень важна для нашего изучения, потому что она повествует об еще одном исчислении Или об еще одном запечатлении Вообще, Сатана в книге Откровения всегда показан как тот, который пытается имитировать действия Бога Но все, что делает Сатана, не является настоящим Все, что он делает, является подделкой И вот здесь, в 13 главе, Сатана также пытается подделать то, что было сделано Богом раньше Если в 7 главе Господь запечатлел своих и верных, то в 13 главе Сатана запечатлевает Или ложит печать на чело, или ложит начертания на тех людях, которые верны ему и которые поклоняются зверю И об этом записано в конце 13 главы И дано было ему вложить дух в образ зверя Чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя И он сделает, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам Положено будет начертание на правую руку их или на чело их И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать Кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его И заметьте, что здесь в начертание входит имя зверя И если Бог запечатлевает свой народ, и он на челах своих верных людей пишет свое имя То сатана, он запечатлевает своих людей, и на их челах он пишет свое имя И после этого в 14 главе идет опять описание 144 тысяч И взглянул я, и вот Агнит стоит на горе Сиони И с ним 144 тысячи, у которых имя отца его написано на челах И услышал я голос с неба, как шум от множества вод И как звук сильного грома И услышал я голос, как бы гуслистов, играющих на гуслях своих Они поют как бы новую песню перед престолом И перед четырьмя животными, и старцами И никто не мог научиться этой песне, кроме этих 144 тысяч, искупленных от земли И здесь эти 144 тысячи описаны как уже победившие Они стоят вместе с Агнцем на горе и поют песни победы И вот теперь все складывается в одну очень такую ясную и четкую картину Если в 7 главе описывали 144 тысячи перед началом битвы А в 14 главе они описываются уже после того, как битва произошла И они одержали победу И здесь опять упоминается, что их число осталось точно такое же Другими словами, никто из них не погиб Они прошли через битву, и они все уцелели, они все остались живы И Иисус Христос является их предводителем И надо еще отметить, что 13 и 14 главы противопоставляются друг другу Если в 13 главе повествуется о тех людях, которые получают начертание зверя То 14 глава говорит о тех людях, которые получают печать Бога Другими словами, Библия хочет сказать, что будет два класса людей Либо те, которые поклоняются зверю, либо те, которые поклоняются Богу Но о том, каково значение печати Божьей мы поговорим после короткого перерыва В первой части выпуска мы говорили о том, кого символизируют собой 144 тысячи А также об общем контексте, на фоне которого они появляются в книге Откровения А сейчас давайте поговорим о значении той печати, которую они получают В принципе, мы уже говорили об этом в выпуске, посвященном стигматам апостола Павла В древности, как правило, печать, либо клеймо получали рабы Особенно если это был беглый раб, то хозяин старался заклеймить его То есть поставить тавру на его лоб И на этом тавре очень часто он выжигал свои инициалы или полностью свое имя И это означало, что данный раб принадлежит именно этому хозяину В принципе, точно такой же смысл и значение имеет печать, либо начертание, о которых говорит книга Откровения И они означают принадлежность То, что искупленные 144 тысячи получают себе начала имя Бога Означает, что теперь они принадлежат Богу А то, что неверные получают начертание зверя и получают имя зверя в этом начертании Говорит о том, что теперь они принадлежат зверю или принадлежат сатане Таким образом, очень важно нам понимать, что главный акцент, который делает Библия Является акцентом на принадлежности Кому принадлежит одна, либо другая группа людей Но вот здесь возникает некоторая неоднозначность Дело в том, что Библия очень часто говорит, что христиане принадлежат не только Отцу Но также принадлежат и Сыну Например, первое послание Коринфянам, 7 глава И здесь записаны такие слова Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа Равно и призванный свободным, есть раб Христов Вы куплены дорогой ценой, не делайтесь рабами людей Здесь апостол Павел говорит о том, что каждый христианин является рабом Иисуса Христа И также, что важно, апостол Павел сам себя очень часто называл рабом Иисуса Христа Например, начиная свои послания, он часто говорит так Павел – раб Иисуса Христа И в принципе, не только Павел, но и многие другие авторы Нового Завета Не стеснялись называть себя рабами Иисуса Христа Другими словами, они говорят о том, что они теперь принадлежат Иисусу Христу Итак, Библия говорит о том, что с одной стороны мы принадлежим Отцу Но с другой стороны мы принадлежим и Иисусу Христу По тому праву, что Он заплатил за нас выкуп Он искупил нас и приобрел нас дорогой ценой своей жизни И в принципе, в этом нет никакого противоречия Потому что в Библии очень часто говорится о том, что Иисус со своим Отцом являются одно В Евангелии Атаана Иисус говорит «Я и Отец одно» И очень часто происходит так, что имя Отца и имя Иисуса используются практически синонимично Я приведу лишь один такой пример Например, в книге пророка Иаиля во второй главе записаны такие слова Вторая глава и тридцать второй текст И будет «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется» Здесь говорится, что «Всякий, кто призовет имя Господне, то есть имя Яхвы, либо Иеговы, спасется» Интересно то, что когда апостол Павел цитирует эти же слова в послании к римлянам в 10 главе То он этот контекст уже переносит на Иисуса Христа И здесь больше имеется в виду призывание имени Иисуса Христа Как того, кто дает спасение Другой очень важный момент в этой же связи Это книга «Деяния апостолов», которая в 4 главе и 12 тексте использует такие слова Апостолы говорят так Ибо нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись Итак, возникает вопрос, каким же именем спасаются люди Спасаются ли именем Яхвы или именем Иисуса Христа Однозначно, и то, и то является именем спасения Но интересно отметить еще один нюанс Дело в том, что книга Откровения говорит, что спасенные получают не только имя Отца на свои чела Но также и имя Иисуса В 3 главе и 12 тексте Другими словами здесь говорится о том, что побеждающие, то есть спасенные, получают и имя Отца, и имя Иисуса, и имя Нового Иерусалима Если подытожить все, что мы сказали сегодня, то необходимо отметить, что главный акцент, который делает Библия Это акцент на нашей принадлежности О том, что мы принадлежим Богу О том, что мы принадлежим Иисусу Христу И вот в этом заключается важность получения печати Бога Сразу же за описанием 144 тысяч в 14 главе книги Откровения следует новая сцена И в этой сцене Иоанн видит трех ангелов, пролетающих посередине неба И эти ангелы призывают людей признать Бога своим Творцом и поклониться Ему, а не Зверю Именно эта весть сегодня обращена ко всем людям, живущим на земле Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok